Всем привет! Меня зовут Антон Пельчер, я инженер и занимаюсь строительством рыбоводных ферм более 10 лет. Сегодня мы поговорим с вами о такой волнующей теме, как риски при организации собственного рыбоводного бизнеса. Ну, наверное, далеко не все об этом открыто говорят. Я решил записать для вас это видео для того, чтобы вы адекватно понимали и оценивали любые риски и проблемы, с которыми вы можете столкнуться на пути к вашей рыбоводной ферме. Ну, а если вы тоже боитесь начинать свое дело, то ставьте лайк этому видео и давайте вместе разбираться, какие же есть риски при организации бизнеса на выращивании рыбы в системах УЗВ, а также как их минимизировать или предотвратить. Поэтому запаситесь попкорном и мы с вами сейчас разберем все основные риски, которые связаны с рыбоводным бизнесом именно на ферме УЗВ. Поехали! Ну и начнем мы с самого очевидного, с риска гибели рыбы. Ну, а что, если вся рыба сдохнет и вообще может ли такое произойти на рыбоводной ферме? Ответ – может. Каким образом? У вас рыба сидит в УЗВ при высокой плотности посадки, и если отключится основное жизненно важное оборудование, перестанет производиться циркуляция и перестанет поступать кислород, то в принципе через 30-60 минут вся ваша рыба будет плавать кверху брюхом. Это действительно основной риск. Но этот риск достаточно несложно предотвратить. Как? Вам необходимо просто поставить дублирование всех жизненно важных агрегатов. Что это такое? Это насосы, которые обеспечивают циркуляцию воды. Это воздуходувки, которые аэрируют биофильтр. Это источник кислорода, и это генератор электроэнергии. То есть, если вы дублируете все эти узлы, то в принципе риск остановки системы, связанный с потерей какого-то жизненно важного агрегата, он сводится практически к нулю. Болезни. Ну, рыба тоже живой организм, и она тоже может болеть. Может она у вас заболеть легко, может прийти часть отхода, а может в принципе сдохнуть вся рыба из-за того, что она заболела. Да, такое очень маловероятно, но это возможно. Так как мы с вами говорим про систему УЗВ, то у нас есть с вами прекрасные возможности для минимизации этих рисков, которых нет на открытых рыбоводных фермах. Какие именно? Ну, во-первых, это поставщик качественного посадочного материала. В принципе, это очевидная вещь. Покупайте здорового малька, и вы получите хорошую здоровую рыбу. Второе. Это постоянное обеззараживание воды. Во-первых, вода поступает, как правило, из подземного водоисточника. У вас нет контакта воды с окружающей средой. И во-вторых, у вас в системе УЗВ постоянно происходит обеззараживание воды ультрафиолетом или озоном, или всем вместе. Ну и последнее, это меры санитарной безопасности. Халаты, сменная обувь, антисептики. Это все то, что сопровождает нормальные меры санитарной безопасности любой фермы УЗВ. Если вы будете соблюдать все эти три меры, то риск заболевания рыбы сводится, ну если не к нулю, то к самому минимуму. Потому что у вас здоровая молоти корма, то есть хорошее сырье. У вас качественная обеззараженная вода, и у вас нормальные меры санитарной безопасности. У системы УЗВ отсутствует контакт с окружающей средой, поэтому в принципе занесение заразы – это скорее исключение из правил, нежели чем правило. Ну и следующий риск, он очень важный. Называется он так. Я не смогу продать рыбу, то есть я выращу рыбу, и мне просто некуда будет девать. Конечно, такое тоже возможно, это реальный риск, но давайте разберемся вообще, почему такое может произойти. Может произойти это, если вы выбрали не тот вид рыб, и вы не занимались бытом или расположили ферму не там. Как правило, для минимизации этого риска достаточно, первое, это выбрать качественный, востребованный вид рыб, который имеет маржинальность, но нет смысла работать с какой-то экзотикой, которую непонятно куда сбывать. Ну, выбирайте основные виды рыб, которые реально присутствуют на рынке. Дальше, ну, конечно же, изучите рынок, прежде чем начинать. То есть что у вас в регионе вашего покрытия, то есть куда вы собираетесь сбывать рыбу, вообще она продается или нет, и если да, то по какой цене, и реально ли сбыть всю ту рыбу, которую вы планируете выращивать. Ну, вроде бы как бы очевидные вещи, но на самом деле далеко не все это нормально и качественно делают. Третье, это продавайте в том формате, в котором спрашивают люди, но если реально люди хотят, чтобы им доставляли копченую рыбу в вакуумной упаковке, а вы пытаетесь продать живую рыбу у себя с фермы, и думаете, что у вас выстроится очередь, ну, это ошибочное мнение, это заблуждение, не стоит так делать, подстраивайтесь под свой рынок, подстраивайтесь под то, что ищут клиенты. Четвертое, имейте базовые компетенции с маркетинговыми продажами. Если вы выращиваете рыбу и совершенно не представляете, что с ней делать и как продавать, либо освоите сами эти компетенции, либо наймите компетентного человека, потому что у маркетинга и продаж есть свои технологии, которые необходимо просто применять для того, чтобы продать рыбу. Ну и, конечно же, последнее, задумывайтесь о сбытии рыбы не тогда, когда она у вас уже выросла, ее нужно срочно куда-то сбыть, а тогда, когда она у вас плавает еще мальком, а в идеале еще до этого момента, когда вы только начинаете свой проект строительства фермы. Риски по сырью. Корма. Корма поставляются экструдированные, есть целый ряд производителей российских, есть ряд производителей европейских, которые подходят под те виды рыб, которые мы выращиваем, в принципе, в наших условиях. Так вот, реальные риски с кормами, ну, наверное, практически их нет. Почему? Потому что даже в самые жесткие локдауны, санкции, коронавирусы, в принципе, не было никогда перебоев с поставкой сырья, потому что все понимают, что корма жизненно необходимы для всех рыбоводных ферм. Поэтому я, в принципе, бы не рассматривал это как один из каких-то реальных рисков. Ну, и сюда же можно добавить молоть. В России, как минимум, и во многих странах СНГ большое количество производителей молоди. Поэтому вы всегда можете купить этот посадочный материал. А если не можете купить молоть, то вы всегда можете поставить собственный инкубатор и либо содержать свое ремонтно-маточное стадо, либо покупать икру и доставлять ее самолетом, в принципе, из любой точки мира. Малек. Ну, риск, я не куплю малька. Конечно же, он есть. То есть, может быть такое, что если вы, например, расположите свою ферму где-нибудь там в Якутии, то у вас не будет рядом поставщиков посадочного материала. Но если брать основные населенные регионы, там, где есть люди, а вам же для сбыта тоже они нужны, то, как правило, там есть свои рыбоводные фермы, которые всегда готовы поставить качественную молоть. Если даже этого нет, то у вас есть возможность поставить собственный инкубатор и выращивать собственный посадочный материал. Например, покупая готовую оплодотворенную икру и доставляя с самолетом, или же даже содержать собственный ремонт на маточное стадо. Персонал. Ну, а найдете ли вы вообще людей на то, чтобы они работали на этой рыбоводной ферме? Давайте разберемся в этом. Для начала, кто нам нужен? Ну, на ферме должен работать главный рыбовод, как минимум, и несколько операторов. Если мы говорим относительно про небольшую рыбоводную ферму. Если она крупная, туда добавляются там заместители. Ну, в общем-то, еще несколько рыбоводов. Реально, только главный рыбовод является самым компетентным сотрудником на ферме. И его, как правило, привозят из другого региона. Если у вас более-менее серьезное производство. Если у вас производство небольшое, то вы сами можете стать этим рыбоводом или научить кого-то из полуквалифицированных сотрудников. Поэтому, в принципе, главный рыбовод изначально предполагается, что он будет из другого региона. Ну, а местные работники, это, в принципе, операторы, они в основном обучаются с ноля. То есть, вам достаточно просто взять неквалифицированных людей, обучить их необходимым навыкам, и они будут обслуживать, эксплуатировать ферму, так как это необходимо. Если же речь идет о крупной ферме, то, конечно же, возможно, потребуется организация какого-то вахтового проживания для нескольких квалифицированных сотрудников, так как там уже процессы чуточку посложнее. Но основной плюс фермы УЗВ в том, что там не требуется много людей, то есть, там не нужно десятками нанимать людей. В принципе, достаточно всего лишь нескольких человек для обслуживания такой фермы. Разрешение. Конечно, это очень важный момент, и на нем остановимся чуточку поподробнее. Давайте разберемся вообще, какие могут быть проблемы с разрешениями, с согласованиями, в принципе, что может помешать с точки зрения бюрократии вообще для строительства рыбоводной фермы. Ну, во-первых, это разрешение на строительство. Может такое случиться, что если вы попробуете построить ферму не в том месте, не на том участке, то вам просто не дадут разрешение на строительство. Да, такое возможно. И тот факт, что любая ферма более полутора тысяч квадратных метров площади требует прохождения экспертизы, это тоже нельзя забывать. Это очередной этап бюрократической цепочки согласований. Так вот, разрешение на строительство в принципе получается на основании проекта при условии того, что вы правильно выбрали участок. А что это? Это земля сельхозназначения или промка с правильным видом разрешенного использования. Тогда у вас никаких проблем в согласовании получения разрешения на строительство, как правило, не должно быть. Второе. Это получение разрешения на продажу выращенной рыбы. В принципе, для того, чтобы вам продавать выращенную рыбу, если это продается вживую, вам необходимо иметь просто ветеринарный сертификат. То есть, там Роспотребнадзор не участвует, там вы получаете специальную бумажку, это ветеринарный сертификат, который дает вам право продавать вашу живую рыбу как сельхозяйственную продукцию. Ну и третий необходимый этап это получение разрешения Роспотребнадзора. Там, где нет переработки, там не требуется получение разрешения Роспотребнадзора. Поэтому это опциональная вещь, в случае, если у вас предполагается, например, копчение. Как вы вообще снизите эти риски по получению вот этих трех бумажек? Да по большому счету они простые. Ну, поступайте адекватно. Берите правильный участок с правильным назначением, делайте все в белую, не делайте глупостей. И вероятность того, что вам просто запретят строить эту рыбоводную ферму или как-то не легализуют. Ну, она, наверное, конечно же, не равна нулю, но она минимальна, если делать все правильно. Проверки. Ну, наверное, да, есть тоже такой риск, и есть предположение, что могут просто замучить проверками, различными инстанциями, штрафами. Ну, вы сами понимаете, вот такой вот бюрократической штукой. Так вот, на практике, пока что, слава богу, ни у одного из наших клиентов каких-то критических проблем, связанных с проверками, с какими-то инстанциями, их не было. В принципе, рыбоводная ферма, УЗВ, она еще особо даже не попадает под многие стандарты, и, в общем-то, проверки, ну, им особо нечего проверять, если честно, на этой рыбоводной ферме. Поэтому пока что, слава богу, каких-то серьезных проверок и серьезных проблем вот на моем опыте не было. Если у вас такой опыт был, обязательно оставляйте его в комментариях. А давайте разберем такой риск, как вообще актуальность этого бизнеса. То есть, если смотреть на несколько лет вперед, а куда вообще это идет, куда идет сельское хозяйство? Ну, давайте оценим адекватно. Население в целом в мире растет. Количество рыбы в океане, оно сокращается. И уже сегодня аквакультура составляет половину всего потребления рыбы. И эта цифра только растет. Поэтому в целом, я лично смотрю на эту отрасль позитивно, именно поэтому я здесь, потому что я знаю, что и дальше аквакультура будет только расти и развиваться. Поэтому риск того, что бизнес подеряет актуальность, с учетом того, что это продукты питания, это кушают люди, я думаю, что он минимален. Есть такой риск, как просадка рыночной цены на рыбу. Давайте разберемся. На сегодняшний день тенденции к снижению стоимости рыбы ее нет. Безусловно, существуют сезонные просадки. То есть, например, зимой Карелия начинает продавать форели, но ее масса возбывает, и цена на рынке просаживается, ну, примерно на 20-30%. Но после того, как в Карелии заканчивается рыба, эта цена снова возвращается обратно. Поэтому, в принципе, УЗВ это круглогодичный бизнес, и вы можете продавать рыбу тогда, когда основные открытые игроки, там, садковая ферма, прудовая ферма, эту рыбу не продают. То есть, не в период путины, не в период основной продажи, то есть, в общем-то, продажа вне сезона. Поэтому эти риски, их можно вот так вот минимизировать. Сейчас идет много разговоров о том, что с Китая идет очень много осетровой икры, идет товарная рыба из Китая. на сегодняшний день, я вам скажу, как есть. Вот, с учетом всей китайской продукции, цены на осетрину, они только растут. Цены на осетровую икру, да, они немножко просели, когда появилось много китайской икры, но они не просядут дальше, скорее всего, потому что, в принципе, у китайцев тоже есть своя себестоимость, плюс есть логистика. Поэтому, есть некая рыночная цена, которая сейчас устаканилась, и я думаю, что она сохранится надолго, а потом, может быть, еще и расти. Ну, и такой очень важный риск, как ожидание реальность. То есть, ну, у любого бизнеса есть некие ожидания, когда вы думаете, строите себе прогнозы, что вот у меня вот такая будет экономика, а реальная она оказывается совершенно другая. Так вот, реальность хуже ожиданий, это очень серьезный риск, и вот с ним я вам рекомендую поработать, а как поработать, разбирайтесь в вопросе. То есть, для того, чтобы открыть этот бизнес, ну, я рекомендую вам разобраться, из чего он состоит, какая в нем структура, какая структура затрат, структура прибыли. Ну, если, конечно, вы не хотите в этом разбираться, вы всегда можете нанять консультанта, который вам подскажет, расскажет, ну, важно, чтобы вы этому консультанту доверяли. Поэтому, это очень важный момент, и я вам рекомендую не бросаться с головой в омута, разобраться, прежде чем вы что-то будете начинать. Сегодня мы разобрали с вами основные риски, связанные с организацией бизнеса на выращивании рыбы в УЗВ. Ну, конечно же, я не оставил эти риски без внимания. Я эту тему люблю, я и занимаюсь, и я знаю, как эти риски снизить. Именно поэтому я поделился с вами той информацией, которая у меня есть. Мы разобрали с вами все основные риски. Если я что-то забыл, конечно же, пишите об этом в комментариях. Я обязательно подискутирую на эту тему. Если вам понравилось, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал. С вами был Антон Пельчер и мой канал о том, как выращивать рыбу и зарабатывать на этом хорошие деньги. Пока!